Добрый день! В прямом эфире программа «Вести Ульяновск» в студии Ксении Грищенко. И вот что вы увидите. Что подарили жителям нового микрорайона в день города? Мы очень рады, что у нас тут открылись. Да, будет спокойнее и мы будем более защищены. Теперь взрослым и детям улица Ипподромная в своем районе жить будет спокойнее. Им не страшны пожары и засуха. Они профессионалы в своем деле. Светлые мы провели противопожарные мероприятия. 52 километра Минполос сделали где-то по заросшим полям. Почему четвертый этап Симбирского лесного форума провели в Павловском районе? Узнаем скоро. Их история складывается из рабочих рук инженерных решений и стойкости. У нас много проектов, много уже контрактов с фирмой на поставку оборудования, на новые технологии. О пройденном и о планах в юбилей моторного завода узнал и наш корреспондент. Карьеры возле поселка Меловой продолжают рекультивировать. Десятки лет там велась выработка и вот уже третий год природу возрождают. Сегодня на Кременском месторождении Мела проводится горно-технический этап рекультивации. Причем работы ведут так, чтобы не нарушать местную экологическую среду. Ели посаженные в самом начале рекультивации уже выросли. Их состояние и состояние других насаждений оценивают в региональном министерстве природы. Насаждения плодоносящие, то есть это тоже говорит о том, что сосна обыкновенная здесь чувствует себя вполне комфортно. То есть это очень здорово, это говорит о том, что у нас на данной территории рекультивация проходит вполне, скажем так, результативно. И эта территория, она, собственно, и возвращена в нормальное природное русло. Кроме того, что природу восстанавливают, следят и за тем, чтобы люди не устраивали здесь незаконные свалки бытового мусора. Планы по рекультивации выстроены на годы вперед. Уже в 20-м техника должна перейти на новый участок карьера. Жители улицы Ипподромной получили действительно желанный подарок ко дню города. В микрорайоне «Север-1» открылся опорный пункт полиции. Какие проблемы местных жителей решатся с появлением во дворе участкового, расскажем в сюжете. Дом номер 4А по улице Ипподромной был введен в эксплуатацию в 2017 году. Через год появился дом номер 4Б. Жителями высоток стали молодые семьи. Микрорайон новый, квартиры только обживаются. Даже не во всех подъездах еще успели установить домофоны. Жители задались логичным вопросом, как обеспечить безопасность себе и своим детям. Бывает, что громко музыка работает, там кто-то включает. Соседний дом, там много однокомнатных квартир, там живут в основном молодые люди. Кто-то сдает жилье, и поэтому там, да, может быть, не было бы приятно. В администрации Ленинского района опасения местных жителей разделили. И накануне Дня города им сделали подарок. Открыли опорный пункт полиции. Вот он, расположился в шаговой доступности в доме номер 4Б по улице Ипподромной. Теперь безопасность района участковый оценивает не иначе, как на 5 баллов. Здесь является центр участка опорного пункта, то есть мобильность. То есть граждане, все сюда могут приехать. Мы очень рады, что у нас тут открылись, да, будет спокойнее, и мы будем более защищены. На безосвестной основе придал помещение городу для организации участковых микрорайонов. Слово для приезда предоставляется начальникам. В распоряжении полицейских находятся современные средства связи, офисная техника и компьютеры, а также мебель и информационные стенды для местных жителей. Это позволит быть жителям уверенными здесь в безопасности, в сохранности своего имущества и в безопасности собственных детей. Потому что двор большой, вы видите, здесь в основном все молодые семьи, в каждой семье по одному два ребенка. Поэтому тема для нас важна как для власти, так и для жителей. Поэтому это ответ на запрос граждан, которые здесь проживают. Со слов Михаила Сычева, для обеспечения безопасности важно не только открывать опорные пункты, но и активизировать местных жителей. Например, устраивать совместные рейды. А кто-то, возможно, захочет вступить в народную дружину. Так можно повысить уровень безопасности микрорайона и сделать его комфортным для проживания. Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. В регионе продолжается реализация национального проекта здравоохранения. В ходе выполнения госпрограммы в дневном стационаре третьей городской поликлиники завершился долгожданный ремонт. При поддержке попечительского совета удалось добиться нужного медучреждению обновления. В коридорах поликлиники демонтировали старую деревянную обшивку, покрасили стены, закупили новую мебель, а кабинеты оснастили оборудованием. Пациенты здесь как раз профиль получают. Те, кто перенесли инфаркт, те, кто перенесли инсульты, у кого есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. И они получают здесь полноценное такое хорошее лечение. В работу включился не только попечительский совет. Придать новый вид медицинским кабинетам помогли студенты местного училища культуры. Художники оживили интерьер яркими пейзажами с видами города. Светло, чисто стало. Лежишь, не просто лежишь, а как-то смотришь на эту красоту, как-то глаз радует. Сейчас на очереди ремонт кабинета офтальмолога. Руководство поликлиники обещает, что необходимое обновление появится там до конца месяца. Одни сдерживают лесные пожары и продолжают быть на чеку каждый засушливый день. Другие показывают класс выращивания леса в неудобной для этого природной полосе. С экологической экскурсией в Павловском районе побывала наша съемочная группа. Зеленые мягкие ростки будущих сосен. По ним так и хочется провести рукой, пока иглы не превратились в жесткие колючки. Четвертый этап Симбирского лесного форума проходит в Павловском районе. Очередная точка – лесной питомник в почти 22 гектара. Данный питомник необходим для создания лесных культур. Здесь мы выращиваем посадочный материал для создания лесных культур. Здесь у нас применяется пятипольный севооборот. Как вы видите, у нас здесь посеяны однолетние сеянцы сосны. Здесь поле двухлетней сеянцы сосны. На третий год данный посадочный материал уже выкапывается и расходится по лесным площадям, то есть под создание лесных культур. Так, за два с небольшим года здесь появляются тысячи новых деревьев, которые разъезжаются по лесам. Это место для экскурсии участников лесного форума выбрано не случайно. Южное лесничество Ульяновской области у нас находится на стыке природных зон. Буквально в нескольких километрах у нас начинаются здесь степи и леса, которые соседствуют с засушливыми зонами. Они подвергаются очень большому прессу, именно обусловленному природными условиями. Хотим как раз на примере и арендаторов, и работы самого лесничества показать вопросы комплексного введения лесного хозяйства в достаточно сложных арендных условиях. В сложных условиях почти все звенья общего процесса – от посадки до сохранения природного богатства. Начальник, появившийся здесь весной пожарно-химической станции, говорит – работы много. С весной мы провели противопожарные мероприятия, 52 километра Минполос сделали, где по заросшим полям вот этим провели. Плюс еще в том числе 14 километров, это по госзаказу сделали. Выезжали на два пожара, это что сельхоз, как палы, это вот там было сгорание 3 гектара и 5 соток. Работники станции демонстрируют пока не богатый, но эффективный арсенал средств – трактор, лопаты, мотыги, респираторы, ранцы для тушения огня. Сюда заправляем 20 литров на съемку. Одеваюсь обычно как рульзак, вот таким образом. И качаем насосом. Директор Центра по обеспечению пожарной безопасности говорит, хоть лето и засушливое, пожаров в районе по сравнению с прошлым годом все же стало меньше. Но работы много. Перевести бензопилы для валки леса, так скажем, для распиловки, чтобы проехать к очагам возгорания. И ранцевые лесные опрыскатели – это, так скажем, мешки с водой, с ручным насосом, которые можно применять эффективно при тушении низовых беглых лесных пожаров. С экскурсии участники форума переезжают на совещание, где обсуждают работу региона в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» и формируют предложения по совершенствованию законодательства в сфере лесопользования. Симбирский лесной форум стал площадкой для решения проблем лесной отрасли борьбы с пожарами, защиты от вредителей и болезней леса. Ксения Грищенко, Александр Абрамов, Вести Ульяновск, из Павловского района. Ульяновский моторный завод отметил 75-летний юбилей. В сентябре 44-го предприятие выделили из состава Ульзиса, а уже два года спустя были выпущены первые малолитражные двигатели. Бурное развитие производства на этом не остановилось. Напротив, прошло несколько лет, из главного сборочного конвейера предприятия сошло изобретение местных рабочих, которое сейчас занимает почетное место в заводском музее. Самый первый автомобильный двигатель, который был собран на нашем заводе 50 лет назад, 28 октября 1969 года. К слову, юбилей отметил и музей завода. Первые памятные вещи появились здесь 35 лет назад. Сейчас в его фондах хранится более 4000 экспонатов. Почти все они созданы руками местных умельцев. От Орденовей на Ульянской области, от лица жителей нашего региона. Ну, наверное, по степотому. Славная история одного из градообразующих предприятий региона продолжается и сейчас. Нынешний моторный завод – это полный производственный цикл. Кроме разработки автомобильных двигателей, здесь выпускается и испытывается готовая продукция. Мало того, что сейчас мы закупили оборудование, которое уже расставлено на производственной площади, у нас много проектов, много уже контрактов с фирмой на поставку оборудования, на новые технологии. Рабочие трудятся на литейном, механообрабатывающем, прессовом и сборочном производством. С конвейеров регулярно выходят 10 моделей двигателей, порядка 80 их модификаций. Сразу две даты в этом году отметит Госархив. Сто лет назад начала комплектоваться Государственная служба первоисточников. И три четверти века исполняется запаснику новейшей истории. Поздравить архивариусов с праздником приехал депутат Госдумы Владислав Третьяк. Подробности у Эдуарда Истомина. Эти кадры навсегда войдут в историю. Знаменитый Третьяк чистит от пыли архивные документы. Делает это с помощью специального прибора. Ведь если пыли нет, то и раритет сохранится намного дольше. Но спасет его не только этот станок. То есть переводим документы в электронный вид, создаем электронный фонд пользы для того, чтобы сохранить документы на века, чтобы читальный зал пользователям выдавать электронные архивные копии. А это как раз читальный зал. Здесь посетители черпают факты из первоисточников. Один из пользователей готовит доклад по истории спорта. Для него из запасников извлекли раритет. Путь к нужному стеллажу лежал через это колесо. Что-то похожее прославленный хоккеист видел в Торонто. Все то же самое, как у вас, так же сделано. И у них все эти формы хоккейные, весь инвентарь, вся история. А вот ключевая экспозиция учреждения. Ее организовали к вековому юбилею. На выставке «История областного архива». Это документальные факты и фото, а еще награды, плюс благодарные отзывы. Ведь с помощью архива многие посетители обрели свое генеалогическое дерево. За границей как-то интересуются больше своими предками. А мы как-то немножко, вот сейчас только какая-то мода пошла. Потому что это интересно, правда. Кто же у тебя был, откуда у тебя гены твои. И, конечно, те люди, которые здесь работают, мне хотелось бы их всех поздравить. Потому что сейчас столетие. А депутатский корпус от себя лично. Другая дата, хоть и не круглая, но также знаковая. Два года назад Госархив переехал в это пятиэтажное здание с ремонтом. Новые помещения, современные стеллажи и цифровая техника значительно подняли планку архивного дела в области. Эдуард Истовин, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. И на этом выпуск завершен. А далее «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.